Центр образования «Точка роста», который открылся в школе номер 22 имени Фололеева в Монине, был создан в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» по национальному проекту образования. Цель – предоставить возможность школьникам, вне зависимости от их места жительства, обучаться с использованием передовых технологий. Центры «Точка роста» могут использоваться как общественные пространства для проектной и творческой деятельности обучающихся учителей, родителей. И все это позволит школьные предметы изучать по-новому, интереснее для современных школьников. Даст возможность проявить себя в научно-практической деятельности. Образовательный центр будет действовать на базе школы. В специально оборудованном классе здесь можно изучать физику, химию и биологию, используя цифровые датчики и применяя робототехнику. По каждому предмету получено по три кейса. Это цифровые лаборатории, которые снабжены мультидатчиком, и в которые входят отдельные датчики. Кроме того, к мультидатчику возможно подключение каких-то иных датчиков. Это позволяет проводить метапредметную работу. Есть какая-то практическая направленность. Она должна быть не просто теоретические знания какие-то на уроке, а плюс практические знания, которые позволяют нам определить при помощи индикаторов, которые есть вот в этом кейсе, определить, например, кислотность среды. Не только преподаватели, но и ученики уже научились пользоваться предоставленным лабораторным оборудованием, в том числе и робототехникой. Он является предопринтером. Да, если взять все компоненты, можно составить так, что он работает в предопринтере, то есть все рука работает в программе и сможет спокойно печатать саму конструкцию. В комплекте идет сама пластмасса, подача ее. Занятия в образовательном центре «Точка роста» позволят школьникам лучше подготовиться к поступлению в ВУЗы. Дмитрий Зубков собирается стать военным врачом. И при поступлении в медицинскую академию ему предстоит сдавать химию и биологию. Я буду приходить в этот класс, стараться изучать больше подводные камни этих предметов и постараюсь сдать хорошо экзамены. Для меня, как для человека, который изучает химию, биологию, физику, это будет очень полезно, это будет практика, которой чаще всего не хватает. Интересно, что это цифровое лабораторное оборудование используют и как мобильное. Им можно измерять различные параметры не только в классе, но и во время практических уроков на свежем воздухе. Открытие центра «Точка роста» в Монинской школе номер 22 не первое в нашем городском округе. Такие центры уже работают в четырех общеобразовательных учреждениях, а еще один скоро появится в школе номер 19 в Медвежьих озерах. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.